В Челябинском лёгкоатлетическом манеже состоялся первый Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль. На площадках мероприятия зарегистрировались более ста спортсменов, которые состязались в гиревом спорте, воркауте, стронг-фите и народном жиме. Участников соревнований благословил митрополит Челябинский и Мяски Никодим. Владыка вручил большой вкусный торт юным спортсменам, которые победили в перетягивании каната, а затем ответил на вопрос журналистов, существует ли универсальная формула здоровья. Если раньше дети могли помогать родителям в сельском хозяйстве, трудились, были крепкие, то, к сожалению, для жителей городов нет такой возможности. И вот спорт в данном случае должен восполнить вот эту пустоту, дать возможность ребенка расти крепким человеком. А будет крепким человеком, верующим человеком, будет здоровым человеком. Зрители и участники фестиваля смогли насладиться обширной культурной программой, выступлениями танцевального коллектива, народного хора и кадетского казачьего вокального ансамбля, а также традиционными русскими народными играми от Уральской вечерки. Фольклористы представили интерактивные площадки, народные танцы, хороводы и молодецкие забавы, ножевой бой, перетягивание каната, прыжки через крутящиеся мешки или на гайки и многое другое. Мы хотели изначально сделать мастер-класс, но мастер-класс это немного сложнее, и решили, что в игровой форме это будет все намного лучше, поэтому как раз это игры более подвижные, понятные всем, казалось бы, это простой скачок через канаты или нужно не попасться, когда человек крутит канат вокруг себя, нужно не запнуться и не упасть, это казалось бы легко, но тем не менее, если ты недостаточно физически подготовленный, у тебя недостаточно есть много концентрации, вряд ли у тебя получится дойти до финала. А на площадке «Стронгфита» распоряжался известный челябинский «Стронгмен» Дмитрий Конанец, президент Федерации «Урал-Стронг» силачи Руси. На самом деле мы взяли шаблон с Екатеринбурга, в Екатеринбурге очень давно подъехали, епархии и совместно с федерациями спортивными проходят такие фестивали. И мы тоже решили попробовать, но в принципе неплохо, гуляния, казаки, церковь, спортсмены, здоровый образ жизни, все это объединяет в одно целое, я уверен, что продолжение будет. Со спортсменом соглашается протеерей Ярослав Иванов, руководитель отдела по делам молодежи Челябинской епархии. Батюшка уверен, что спортивный Георгиевский фестиваль надо сделать традиционным. Отец Ярослав отметил, что задача этого мероприятия – показать патриотизм и традиции русского народа во всей их полноте и красоте. Помимо отдела у нас еще есть комиссия по физкультуре спорта, патриаршная комиссия, поэтому в рамках работы развития физкультуры спорта и взаимодействия этого направления с церковью, мы изначально запланировали мероприятие по взаимодействию с спортсменами, по развитию спортивных клубов и так далее. А потом в процессе взаимодействия у нас появилась мысль, идея о создании такого мультитурнира, фестиваля, праздника, где могут принять участие различные виды спорта спортсмены, и чтобы это был не просто фестиваль спорта, но еще и фестиваль культуры. Продолжение следует...